Всем привет! Человек, выделяющийся из толпы, это тот, кто доволен собой, кто достаточно самоуверен, чтобы быть уникальным и позволить своей личности сиять. Выделяться из толпы означает не бояться высказывать свое мнение и избегать следовать за другими. Если это действительно приводит к однообразию и схожести, человек, который выделяется из толпы, может быть тот, чей внешний вид некоторым образом поражает. Но чаще так говорят о том, кто вызывает восхищение и запоминается другим своей уникальностью и тот, кто достойен уважения. Хотя вы и не можете выделяться из толпы каждый день в вашей жизни, это однозначно стоящая цель, к которой нужно стремиться, особенно если она помогает достичь других задач в жизни. Итак, давайте рассмотрим, что же для этого нужно сделать. Определитесь, что для вас означает выделяться из толпы. Отличаться внешне от окружающих настолько, насколько это возможно. Или же выложиться на все сто и доказать, что вы та еще штучка в каком-то деле, талант или личность. Выделяться из толпы означает пытаться жить наилучшим образом и быть лучше. Или постараться иметь уникальный стиль или выглядеть так, как будто вы сами себя создали и не заимствовали чужих идей. Главным образом выделяться из толпы значит принимать свою индивидуальность и верить, что ваш выбор единственно правильный. Постарайтесь научиться жить своим умом. У вас не получится выделяться в обществе, если вы думаете как большинство. Конечно, будут моменты, когда ваше мнение совпадает с мнением толпы, а как насчет того времени, когда это не случается. Будьте готовы отстаивать свое отличие, свои интересы и предпочтения. Говорят, важно произвести впечатление уверенного в себе и хорошо информированного человека, поэтому убедитесь, что вы все изучили заранее и знаете все факты. Не поддавайтесь влиянию толпы. Темп толпы может быть безжалостным, а легкость, с которой может меняться его мнение и слова просто поразительны. Едва ли кто-то из толпы остановится в мгновение, чтобы задуматься о том, является ли это мнение, которое отвечает потребностям всех людей, либо отдельного человека. Если вы хотите выделяться из толпы, вам придется остановиться и ответить уже на сложный вопрос. Есть ли в этом смысл и нужно ли мне то, что есть у большинства. Научитесь отвечать настойчивым людям, которые говорят, что вы много потеряете, если не присоединитесь к ним. Иногда их план заключается в том, чтобы убедить вас, будто вы, так же как и они, находитесь в долгу, поглощены тем, что нужно лично вам. Всегда пользуйтесь случаем или рискуете и тяжело работаете. Риски случаев, если они сработают, это то, что может продвинуть вас вперед по жизни. Многие люди не принимают вызов, потому что боятся потерпеть неудачу. Тем не менее, без провала невозможно чего-то добиться. И только те, кто охотно рискует и тяжело работает ради мечты, в конце концов одержит победу и добьются успеха. Твердо верьте в свое дело и не бойтесь рисковать, если хотите выделяться из толпы. Делайте все по-другому. Найдите новые способы привлечь внимание и оставаться на виду. У вас всегда должны быть хорошие манеры. Вежливость открывает двери и держит их всегда открытыми. Манеры в наше время могут казаться старомодными для некоторых людей, но они вызывают уважение, а когда человек чувствует, что его уважают, он запомнит хорошо воспитанную личность навсегда. Люди очень любят рассказывать друг другу о редком знакомстве с тем, кто хорошо воспитан. Убедитесь, что вы и есть именно этот человек. Говорите спасибо за любую мелочь, которую делают другие, так же, как и за значительные поступки. Отправляйте благотворительные открытки людям, которые помогли вам с завершением проекта, поддержали дверь, когда ваши руки были заняты или просто пригласили вас на прекрасный ужин. В бизнесе также очень важна помощь людей, с которыми вы сотрудничаете. Пожимайте руку людям с силой и энтузиазмом. С самого начала покажите им, что у вас есть свои убеждения. Улыбайтесь. Для окружающих улыбок никогда не бывает достаточно. Будьте тем, кто улыбается недовольному человеку не менее 5 раз. Делайте всегда то, что вы обещаете. Если вы дали кому-то обещание, делайте все возможное, чтобы его сдержать. Люди, которые выделяются из толпы, это те, кто держит свое слово и следует обещанием. Вы будете выделяться лишь потому, что многие люди не делают то, что говорят. Надежность сделает вас незабываемым и подымет на ступень выше всех тех, кто нарушает свои обещания. Проявляйте инициативу. Выделяться из толпы часто означает, что вы начинаете действовать, пока другие стоят в стороне, размышляя, что делать дальше. Если вы научитесь быстро оценивать ситуацию и реагировать согласно тому, что должны были сделать, вы приобретете себе авторитет человека, который отличается от большинства, ожидающих дальнейших указаний. Одевайтесь стильно и носите только то, что вам идет. Одежда говорит сама за себя, а хорошая вещь, которая сидит на вас идеально, заставит людей заметить вас. Подберите себе хорошую одежду и купите несколько самых лучших вещей вместо множества дешевых. Надежная, хорошо сидящая на вас одежда даст вам свободу, позволяя не беспокоиться о внешнем виде, потому что вы просто знаете, что выглядите хорошо. И неважно, с каким внешними данными вы родились. Держите осанку. Человек, который выделяется из толпы, будет казаться высоким, невзирая на рост. Сутулость – это защитная стратегия, которая не делает ничего, чтобы привлечь к вам внимание, не говоря уже о вреде для осанки. Будьте внимательны. Вы окажете большую честь другому человеку, если продемонстрируете, что действительно слушаете и вам важно то, что он говорит. Так большинство людей слишком заняты обдумыванием того, что сказать дальше и как объяснить их собственные мысли, чувства и идеи. Хороший слушатель будет отличаться от других. Охотно давайте людям возможность рассказать о себе и покажите, что вы действительно уважаете их мысли. Напоминайте людям, насколько они великолепны. Регулярно выделяйте в вашей жизни людей везде – на работе и дома, на учебе, чтобы напомнить им, как они удивительны. Мало кто из нас беспокоится о том, чтобы лучше узнать людей, которых мы воспринимаем как должное. Поэтому, когда кто-то действительно нас оценит, это кажется приятным сюрпризом и настолько выходит за рамки обычного, что становится незабываемым. Это также истинный путь к тому, чтобы установить понимание между людьми и поддержать доброжелательные отношения.